70% нуждающихся в субсидиях на оплату коммуналки уже получили помощь. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Но в некоторых регионах процесс затягивается. Это Черновицкая, Киевская, Одесская области. Одесситы вообще стали рекордсменами по долгам за коммунальные услуги. Общий долг уже перевалил за 2 миллиарда гривен. Все подробности этой темы узнаем от наших корреспондентов. Валентине за 70 живет в 30-метровой однокомнатной квартире. Женщине приходится считать каждую копейку. И надеется на помощь от близких. 1121 гривна за 30 метров. 1300 пенсия. Все? За газ заплатишь, за воду заплатишь. И получается, остается 72 рубля с пенсии. Вот как жить на 72 гривны? Субсидия Валентине не положена. Свою квартиру она еще несколько лет назад оформила на сына. Чтобы у него потом не было бюрократической тяганины с наследством. А вот ее соседка из трехкомнатной квартиры субсидию получает. Но и этих денег все равно не хватает. После субсидии я заплачу, зиму заплачу тысячи с чем-то. А летом, ну, примерно 300 получается, 200 с чем-то. В коммуналку ходят, а у меня еще лекарства сколько я использую. Я каждый год болею. Больше всего одесситы задолжали газовщикам, энергетикам и водоканалу. Коммунальщики уверяют, самые ответственные плательщики как раз пенсионеры. Такие, как Валентина и ее соседка. Несмотря на нищенские пенсии, рассчитываются за услуги регулярно. А вот достаточно платежеспособные абоненты накапливают долги. Некоторые не платят принципиально. В водоканале рассказали, в этом месяце предприятия на грани. Еще и сберкассы в городе из-за кибератаки вируса 5А до сих пор не работают. Вот по прошлому месяцу были поступления порядка 30% в середине месяца. Для оплаты ГСМ, для оплаты опять же реагентов, для оплаты за электроэнергию. Эти денежные средства, как обороты, нам нужны действительно ежедневно. Общий долг одесситов растет с каждым днем. Почему сложилась такая ситуация, пытаются разобраться депутаты областного совета. Для сравнения, еще год назад сумма долга была более чем в два раза меньше. Конечно, на такой резкий рост задолженности сказались и тарифы, и усложненная с мая месяца текущего года процедура получения субсидий. По данным обл. администрации, только в половине районов Одесской области сейчас можно оформить субсидию. В остальных, новая схема, внедренная в начале лета, еще не налажена. Но даже по выданным субсидиям государство задерживает платежи. В чем причина отсрочек, мы обратились за комментарием в управление соцзащиты. Но там нам сегодня ничего не ответили, ссылаясь на занятость. Ольга Иванченко, Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Одесса.